МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Город – живой организм, вены и артерии которого – дороги. Их содержание в надлежащем виде – дело важное, которому в Беларуси, к слову, относятся со всей ответственностью. В республике продолжается реализация государственной программы «Дороги Беларуси», рассчитанной вплоть до 2025 года, результаты которой жители страны в прямом смысле ощущают на себе. Так, буквально в ноябре в Новополоцке открыли реконструированный мост через Западную Двину. Закипела жизнь в Верхнедвинском районе, сегодня здесь ведутся активные работы по возведению железобетонной переправы через Дриссу. И вот что важно в белорусском подходе при решении подобного рода вопросов. Мы доводим до лоска не только то, что видно невооруженным глазом. Ну и вот такие масштабные проекты, как, например, связующие мосты. Ну и по мере возможностей финансовые решаем более мелкие, но оттого не менее важные задачи. Как, например, реконструкцию местных дорог и путепроводов. Только в Новополоцке последних насчитывается четыре. Каждый объект под присмотром специализированных служб, которые, согласно регламенту, тогда, когда того требуют временные рамки, определяют необходимость ремонта капитального или текущего. Об этом и поговорим сегодня в ближайшие минуты. Меня зовут Елизавета Борбат. Вы смотрите программу «Вопрос ребром». И мы начинаем. Этот сухой мост, как его называют в народе, значимая и загруженная транспортная артерия в Новополоцке. Здесь ежедневно проезжают сотни автомобилей. Неудивительно. Рядом находятся два колледжа. Политехнические, строительная, автозаправка, немало торговых точек. Плюс эта же дорога – прямой путь на промышленную зону, прилегающую к Новополоцку. То есть для Нефтеграда и Новополочан этот путепровод – самый, что ни на есть, востребованный. Построенный 50 лет назад силами Государственного проектного института, путепровод по улице Блохина в длину около 60 метров, высотой 5 метров над дорожным полотном и на полметра меньше над трамвайными путями. С начала эксплуатации объекта аварий, капитальных ремонтов, реконструкции, усилений путепровода не было. Каждые 9 лет состояние моста проверялось узкоспециализированными организациями. В 2011 году здесь произвели текущий ремонт опоры деформационных швов. А в 2022 специалисты констатировали – мост нуждается в капитальном ремонте. Леонид Петрович, в ближайшее время эту транспортную развязку ждет реконструкция. На каком этапе мы сейчас находимся? На сегодняшний момент у нас есть технический отчет специализированной организации, которая провела обследование данного сухого моста. В соответствии с данным документом ему необходим капитальный ремонт. Мы обратились в Новополосе городской исполнительной комитет о выделении финансирования на проектирование данного капитального ремонта. Ну и планируем, что в данном году будет определен заказчик проектирования. И после появления проекта, который будет выполнен также специализированной организацией, которая занимается непосредственно проектами по капитальному ремонту путепроводов, в нашем городе пройдет ремонт еще одного моста, который вот рядом с нами. Конечно же, основным требованием, наверное, это будет именно организация объезда нашими автомобилями, потому что дорога данная довольно-таки загружена, чтобы данный капитальный ремонт не мешал транспортной доступности наших предприятий. Надо понимать, что любые работы, как в сфере жилищно-коммунального, хозяйства, строительства и не только, начинаются с определения финансирования. Оно многоплановое. Это и затраты на проектирование, демонтаж старых сооружений, непосредственно выполнение самих ремонтных работ. Один из пунктов бюджета Новополск на 2023 как раз и затрагивает расходы на второй городской путепровод. Светлана Николаевна, какую сумму на реконструкцию сухого моста по улице Блохина заложили и как бюджет будет распределяться? При формировании городского бюджета были запланированы средства на проектно-изыскательские работы по путепроводу по улице Блохина в размере 300 тысяч рублей. Данный объект будет финансироваться за счет средств городского бюджета в рамках государственной программы «Комфортное жилье и благоприятная среда». Начало положено. Путепровод по улице Блохина ждет обновления. Есть понимание относительно финансирования плюс представление о том, чего конкретно коснутся изменения. Но это уже отдельная тема для еще одной, а может и нескольких программ. О ходе реконструкции мы обязательно будем рассказывать в выпусках «Вопрос ребром». А на сегодня у меня все. Если у вас есть волнующие вопросы, предложения или инициативы, пишите или звоните нам. Все контакты на ваших экранах. Встретимся в эфире ровно через месяц, 23 февраля. Субтитры создавал DimaTorzok